Прикристалл, стартовая шпаклевка. Можно делать любой другой отвертой шпаклевкой, который там есть у вас распоряжение в ваших магазинах. Мы ее колеровали. Колеруем универсальными красителями любой из цветов. Тот цвет, который вы хотите, чтобы у вас был в помещении, смотрите, какой цвет ведрин. Вот покажи, этот цвет ведрин. И вот можно снять, показать, что он получается уже когда-нибудь. Вот так и покажи, чтобы они видели, какой цвет. Значит, что по поводу материала я сказал, что это любая акриловая шпаклевка. В этом случае стартовая, да, финишная шпаклевка. Отколерована универсальными красителями. И что, мы поверхность отгрунтовали, да, тоже опять-таки грунтовкой. В нашем случае это была Клоровская грунтовка. И мы наносим первый слой. Пересло материала. Закрываем, не перекрываем. Тоже хотелось бы отдельное слово вырезать за инструмент. Мы его называем швейцарский сок. Это называется швейцарский полутер. Это, в частности, Войкасовская получилась. Тоже вот, уже он работает, наверное, лет десять. Доброго скажу. То есть он легкий, мобильный. То есть, когда мы работаем, мы можем работать с одной стороны. Да, это, наверное, шпаклевый. Так и с другой стороны. Обязательно его держать, там, ручкой, да, жесткой. Достаточно. Когда мастер высказался, как размазываем, как масло на хлеб, да. Представьте, что это у вас нож, да. А модельное масло у вас масло. То есть можно держать, да, и так надо держать. Можно держать и на другую сторону. Сейчас покажу. Можно и так его держать. Усилие вы не должны прикладывать. Достаточно веса шпателя, да. За один раз мы тоже его не выравниваем. Теперь в нашей удаче материал нанести, да. То есть положили на стенку. Вот. А потом можно еще раз немножко вернуться. Вот. Чем, ну, почему именно ратуе за эти шпателя? Получается здесь полукруглая, да. Они не острые полукруглые, то есть не оставляют никаких линий, да. Если и оставляют, то они только добавляют, да, декор. Вот. Вот. Убегать от прямых таких, да, линий. То есть стараться их. Если получилась такая, в обратную сторону, да, ее вытягиваем. Это у нас будет второй слой, материал, уже знакомая вам, да, модельная маска. Делаем мы ее акриловой шпаклевок. Акрилуем универсальный краситель. Вот. Вот. Первое слово прошли. Как обычно, без песчанин, да. А второе, мы покажем, как мы делаем рисунок. Тоже опять-таки наш сокол наш, ласточка. Берем немного на сокол материала. Вот. 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 Еще раз показываешь на этот. Вот. Рассказываем. Ну, показываю, под каким углом я начинаю. Уменьшаю угол. Я материал оставляю на поверхности, увеличивая угол, я собираю. Если, например, у меня получилась клякса, как здесь, то материал, например, снял. И этим же материалом я могу добавить изюм. Оно приблизить ближе, оно будет видно, как я изюм положил. Ну, вот сейчас все хорошо. Сейчас можно, да, сделать рисунок соколом, а можно сделать рисунок и ласточкой. Нет, я показал вам соколом. Вот, столько же я беру на ласточку. А, значит, по густоте мы добавили немного воды, да, то есть она не капает, да, и не слишком густая такая, как пластилин, да, то есть она должна быть достаточно достаточно мягкая. Двумя пальцами мы держим, да, если не с такой стороны. Вот, сейчас не без усилий. В чем фокус? Значит, что за несколько подходов, да, если, например, вчера я начал бросать изюм, да, то сегодня я еще один слой, да, положил. Он подсох, да, там, не обязательно, что будет на следующий день. Соответственно, он будет подойти и через, там, через полчасика, и через час, и положить еще один слой. И мы подошли к каторской лазуре, да, то есть нашу марокканскую штукотубку мы покроем лазуре. За основу, например, вместе со мной, мы берем универсальный клей, универсальный премиум, да, клей для всех таких шпалек, метилан, то есть это как за основу. Вот она, наша отмона. Мы уже развели ее с водой. Потом, чтобы сюда добиться, нам понадобится, ээээ, фразы. Седьмой можете, опять, найти и ту декоративную краску, там, золото, да, медь, что, тоже перламутр, ну, то, что у вас будет в магазинах, да, в наличии. Вот наша отчалка, это верхоморская парлына. Вот. Мы уже сейчас добавим напоцессу на воздух. Вот. 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 Преращая, будет превращаться наш... Наш обычный клей превращается... перламутровую лазурь. Дальше для того, чтобы наш клей покрепить его. Добавим еще лак панельный. В частности можно взять обычный клей клей для крепости. В этом случае есть около 2 литра клея для обоев, геля, и мы добавим около 1 литра панельного лака. Все это тщательно перемешаем. Можно использовать дрель с насадкой. Потом что можно еще? Можно колеровать эти лазури универсальными красителями. В нашем случае это универсальный. Пигменный компьютер. В этом случае какой он? Оливковый. Вот немного. Добавим. то есть по инструментам, каким мы будем разобраться, По поводу отрасколозуи можно еще экспериментировать с готовым клеем для обоев, для тяжелых обоев. Это уже готовый ведро. Достаточно и по крепости, туда достаточно только добавить декоративной краски золотой, серебряной или перламутра. Что еще? В чем прелесть авторской фразы? Вы сами можете регулировать и крепость ее, и насыщенность пути больше декоративного эффекта. Значит добавляете декоративной краски. Меньше и меньше. Потом, что еще? Ну и по цене, тоже там цена будет интересная. По инструментам, значит можем носить, как рассказывает про граньер Санта. Трой кафосовский шпатель. Можно им носить. Можно и пластиковым. Можно и пластиковым. Пластиковым просто, ну более, для меня это так. декоративного эффекта. Он полегче, не так круглый, да, на модельной маске. Вот. А потом, например, можно, для придания более декоративного эффекта можно пройти еще. Я вам сейчас покажу, что я делал сегодня. Он брал, да, вот этот Мираж. Брал композит, да, только перлына. Вот. И где-то один к одному у нас получилась вот такая черномыкровая, да, краска на основе Миража, то есть шокография, античного бархата и перлына. Плюс, да, ну и тоже добавлял еще и остатки у нас первого слоя. Мазухи. Вот я добавлял тут присутствует и клим. Большая часть, конечно, это просто. Мираж эльфовский. Тоже мы его разводили. Ну, с перлыном. Вот здесь композит, ну, можно присутствовать там и перлына у Ярконовской. Поэтому, если вы думаете, что у Антонова, да, у Маэстро все получается с первого раза, с первого, как говорится, дубля, то тоже не всегда. Не всегда, вот, мы достигаем желаемого результата не сразу так, что у перлыны есть, конечно, достоинство, да, что она такой вот интересный переливом, да, переливом, очень интересный, но у нее нет такого свечения, да, как у перламутровой окраски, да. То есть она играет только под определенным углом. Да, а если мы видим мираж, то есть перламутровая окраска, ну, тот же, похоже на Атачента, да. Ну, Двилута, может быть, Вергетт, Вергеттон. То есть тетрады, которые именно шелкографию передают. Вот эффект шелкография, там его называют античный бархат. Вот это можно пользоваться. Да, да, есть свечение такое грандиозное, да. Не знаю, как. Вон мне очень, конечно, видно перелив. Да, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучшему. Спасибо. Спасибо.